4,5 тысячи человек за три года. Столько переселенцев из аварийного жилья получили новые квартиры с момента, когда начала действовать краевая адресная программа. До 2017-го должны переселить еще около 6,5 тысяч человек. Однако некоторые опасаются, что не смогут вовремя сменить старые стены на новые. Есть ли повод сомневаться, узнали мои коллеги. Условия в доме, где живет Яна Низамова, человеческими точно не назовешь. Пол в подъезде наполовину выломан, под ним бьют струи воды. Мы боимся того, что обвалится дом непосредственно, потому что, как вы видите, все уже подмывает, дом полностью разрушают. Боимся то, что нас обкрадут, потому что тут уже были такие случаи, когда стены прорубали. И то, что с детьми тут и туберкулез же может быть, и все что угодно, то есть сырость такая. Трехэтажку, которую уже 53 года, признали аварийной в 2011 году. По программе «Расселять жильцов» начали в 2014. Ключи от новых квартир все жильцы должны получить до 31 декабря этого года. Главный вопрос, который их интересует – почему расселение происходит партиями? Сейчас из 32 семей здесь осталось 7. Жильцы говорят, находиться в доме страшно. Его буквально на глазах разбирают мародеры, выламывают батареи и снимают двери с петель. А в городском комитете ЖКХ, по словам жителей, только завтраками кормят. Бред, конечно, какой-то. Вот у вас 31 декабря будете расселяться. 30 числа жеребьевка ключей декабря, а 31-го съезжаете. Ну это, не знаю, издевка какая-то, потому что нужно оформить сделку. То есть идет, как бы, город покупает нас эту квартиру и продает новую. Вот на это все идет примерно месяц. Оформление правоустанавливающих документов не может решаться одномоментно. Тем не менее, еще раз повторю, что это официальная информация о том, что до конца года им жилые помещения будут предоставлены. Процесс оформления может занять какое-то время. Ничего там, наверное, сверхъестественного нет. Если им будут переданы ключи, это будет означать, что они могут там заниматься отделкой, заниматься ремонтом, обустройством. Кстати, по закону, если дом непригоден для жизни, жильцы имеют право снять квартиру в аренду, а затем получить от города компенсацию. Но обитателям этого дома такое не по карману. Так что им остается ждать Нового года и наблюдать из окна, как сносят соседний дом, жильцам которого повезло чуть больше. Елена Лопатина, Яна Аксенова, Анатолий Фукс, Антон Червяков. Новости. Как попасть в программу по переселению из ветхих и аварийных домов и кто контролирует качество нового жилья? Об этом завтра расскажут гости программы «Ваш вопрос», эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Начало прямого эфира в 19.30. Свой вопрос вы сможете задать, позвонив по телефону в Барнауле 5-5-0 для жителей края номер студии 8-800-700-18-02. Повторюсь, эфир завтра, 9 декабря в 19.30. Повторюсь, эфир завтра, 9 декабря в 19.30.